Хочу сейчас рассказать, почему я стал специалистом именно по страхам, как их преодолевать и даже как использовать энергию страха для решения ранее нерешаемых вопросов. Ну давайте начнем с того, что когда я был маленький, если я не досыпал, у меня мушки перед глазами плавали. Ну, наверное, потому что у меня была родовая травма. Потому что и на первых уроках в школе я просто сидел, с ума сходил, потому что я все время думал, ну когда же урок кончится, 45 минут или несколько уроков. Когда же кончится, у меня не хватало каких-то действий, когда же перемена. А я был очень послушный, я так аккуратно сидел, старательно писал, а когда вставал, когда учительница или учитель заходил, я так хорошо стоял, мне в пример брали вот так, надо приветствовать учитель. Но факт тот, что я с детства страдал. Потом я заметил, что не только в школе я на уроках с ума сходил, изнывал от состояния, когда же кончится урок, чтобы подвигаться. Я еще когда в экспедиции ездил, ну это уже в десятых, в девятых этих классах мама с папой меня отправили в экспедиции, я все время чувствовал какую-то напряженность. Там девочки, мальчики по скалам бегают, а я не мог, потому что я чувствовал, что-то у меня не так, страх какой-то, напряжение. Потом, значит, еще я все время себя преодолевал. Во-первых, я летал во сне, было такое, это очень хорошее состояние, такой легкий, свобода, вроде ножкой оттолкнешься и летишь. Такое состояние. А вот в жизни, в жизни я все время был напряженный, скованный, нервномышленные зажимы какие-то. Я поэтому был очень скромный мальчик, но при этом вот себя все время преодолевал. Я, например, когда были землетрясения у нас в Махачкале, заставлял себя перетерпевать, это не выходить, как все на улицу, а перетерпевать, я мужчину в себя встроил, мужчину в себя воспитывал. Потом, когда еще маленький был, я вот ведро воды, например, бабушке надо принести, а я тащил и тащил, тащил и тащил, и вот ведро тяжелое такое, я тащу через речку, через мостик. Да, видимо, я себя тоже и дополнительно корежил. Потом, значит, да, я чувствовал, что я когда не досыпал, у меня всегда вот мушки плавали перед глазами. Потом я изнывал, когда мама с папой меня отправили поработать на лето. Я работал в какой-то бригаде взрослых людей, и там я фланчики закручивал на трубах. И тоже думал, когда же перерыв, когда же это кончится, такое у меня было состояние. Но я-то был мальчиком, поэтому я и думал, у всех, наверное, так, маме не жаловался никогда. Вот, потом еще. При этом всем, при этом всем. Если я лез на дерево, я пытался на самое высокое дерево залезть. Потом в трудных ситуациях, в экспедициях, например, я ездил. Получалось так, что я при этом самый такой напряженный, самый такой, в кавычках, трусливый, со страхами. А я всех спасал, когда вдруг какая-то ситуация происходила. Ну, во мне были два вот этих начала. Что-то мне организм подводил, а в душе я был такой вот свободный. Мечтательным я был. Вот, допустим, замечтаешься, а в этот самый момент бабушка говорит, дети, идите курам травы нарвать. Ну, идешь там, ведро такое огромное, а трава такая маленькая, солнце печет, и я вот эту траву вот так вот рву для курей. А сам думал, вот буду когда большим, вот нельзя так детям делать, так думал себе. Вот. Потом, значит, через некоторое время, когда я уже врачом работал, на первых, я в пятиминутках сижу такой весь подавленный, грустный, по около восьми утра на пятиминутках, а мне и на Владислава, на завполиклиниках, говорит, а что ты грустный такой? Я говорю, да мне тяжело вот так в утро сидеть, тем более я иглотерапевтом заведовал кабинетом иглотерапии. Ну, я здесь хирург сидит, терапевт, рентгенолог и так далее, а я что буду там сидеть? У меня же совсем другое дело. Она говорит, ты так плохо себя чувствуешь, если не выспишься? Я говорю, да. Так ты приходи сейчас у меня, у нас же есть вторая смена, и у меня началась жизнь. Да, то были сплошные мучения, а тут я зажил. Приходил я в час дня на работу, выспавшись. Да, и в ночи я мог работать, то есть у меня почему-то доминанта была бодрости после 7 вечера. Я мог и до ночи сидеть, да, и потом я там писал что-то, изобретал что-то, я был изобретателем мальчиком, инкубатор для цыплят делал, ну, много чего робота делал, потом я ходил ещё, лобзиком выпилил чего-то в кружки, у нас много кружков было в дворцах пионеров там, ну, в моё время. И вот, значит, я помню, что всю жизнь я страдал из-за утреннего невысыпания, раз, и всю жизнь пытался в себе преодолевать. И в конечном счёте у меня начались паники, паники, потому что я со своим другом, с Олежкой Зориным, он был начальником, а я подчинённым, я устроился на лето работать, и у него с тропочником. Это надо было залезать на контейнер, вот, цеплять к нему крюки, и кантовать контейнер на погрузчик. Да, там надо было в 7 утра, я вот просто вообще мучился. Ну, ничего, потом я ушёл с этой работы, ну, когда кончилось время, и он месяц облёты жужж. Так вот, я, первые паники у меня начались, когда мы там работали, я работал с соперщиком, да, потом как-то я выпил немножко коньяка вечером, мы с ним шли по улице, и вдруг у меня бах, такое состояние возникло, как будто всё падает на меня, оказывается у меня давление подскочило. А я-то об этом не знал, потому что Олежка меня привёл домой, на 5 этаж мы поднялись, я жил в Доме писателей на 5 этаже, на Гаджи-Батри в Махачкале, поднял меня. В общем, скорая помощь приехала. Да, они мне укол сделали, я заснул, а потом на следующий день я спросил, а что со мной было, что давление может быть, а я уже студентом был. Сказали бы мне, что давление было, я бы и успокоился. А так мне сказали, что нет-нет, у тебя ничего не было, у тебя всё в порядке, всё пройдёт, это у тебя что-то было не то, в общем, ты устал, наверное, и вопрос остался в подвешенном состоянии. Я не знал, что со мной было, я всё время ждал, когда это придёт ко мне опять, потому что это было настолько неожиданно, настолько независимо от моей воли. И потом я всё время чувствовал это. Потом я курил. Первый раз, когда я покурил, у меня 20-30 минут обморок был. А потом меня послали в селение доучиваться 10 класс, чтобы отестать, получить в школе, чтобы я в мединститут попал, как будто сельский мальчик. Представьте себе там, как я мучился. Мальчик из города. Меня каждый день вызывают в доске показать детям, как учится мальчик из города хорошо. А я всё время о Татьяне своей думаю, потому что меня как раз родители туда и послали, чтобы я с Татьяне не встречался. Ну, оказывается, они не против меня были, они за меня боролись. Но я там был такой молоденький, я не понимал ничего этого. Ну и вот так, значит, в школе меня выставляют, каждый не удивляется, почему я всё время двойки, тройки получаю. Вроде они ждут от меня, что я всем премьердам, как городской мальчик. И там меня научили курить. Там у меня товарищ был, который курил и пил. Старку пили. Там сельпо продавали Старку, розоватая водка такая. И сигареты по мир за 10 копеек. И он мне говорит, давай покурим. И я вот там весь, как это, декабрист. Начал курить. Сначала плохо было, потом я закурился. Да, и Старку пили. И мы вот сядем вот так вот, ноги выставим на подоконник и на эту школу смотрим. Вечером-вечером, когда там никого нет. И там, вот эта школа. Ну, короче говоря, наши отношения. Ну, вот так два месяца там или три месяца я пробыл. И вернулся домой курящим. Ну, когда я выпил немножко, мне легче становилось. Да, но я еще не знал, что после сигареты через несколько минут спазм возникает. И поэтому я не понимал, почему у меня все время плохое состояние. А даже я ездил в Саманы месить. У нас землетрясения были в Дагестане. И там, в Учкенте, очень много семей. И они получили большие суды построить дома большие. Сибиря. И я поехал с моим приятелем Мишаней. И он сибиряк такой. Опять профессии. В каждом пятый разряде. Это первый разряд. Он жил в Каспийске, Мишаней. Такой здоровый сибиряк. И, короче, я с ним поехал. Он говорит, поедем деньги, заработаем. Как раз лето было. Я был свободен так от обязанностей. И мы с ним поехали. Каждый день 500 штук саманов месить. с утра вставать и месить. И потом пирамиды складывать. Чтобы они подсыхали. Да, я мучился, конечно. До двух часов дня. Каждый день. Это большая нагрузка для меня была. Я же, когда не досыпал, я мучился. Да, он вытягивал всё это. Да, мы вместе с ним вытягивали. Да. Ну, в общем, такое дело. А потом, когда я уже совсем повзрослел, я летал по командировкам, тоже так. Теракты, которые происходили Каспийск, Кизляр, Каспийске даже два раза. Дом пограничников, Каспийский взрыв. И потом на 9 мая прямо в колонии там военных тоже был теракт какой-то. Я ездил там, их восстанавливал. Я при этом, что сам страдал напряжением и паническими состояниями, я ездил людей выводить из острова стресса, и с паникой детей и взрослых я летал. В Алгодонск я ездил, потом я ездил в Беслан два раза. Один раз в Кармадонская лавина я там был в Осетии, потом в Беслан два раза я ездил. Сначала ездил детей и родителей их выводить из острова стресса, а потом я приезжал по приглашению опять же министра здравоохранения обучать специалистов этому, когда они центры там свои построили реабилитационные. Ну, я во всех терактах, и в Москве там после взрыва, короче говоря, много я после терактов работал, помогал. То есть, это все время изнурительная такая работа, где еще там этот в Куазе взрыв был, ехали этот Ясинтуки-Пятигорск, я после этого их выводил из стресса. Потом, значит, после Дубровки ко мне попадали люди, я их выводил из острова стресса в Москве. Писал я диссертацию в Центре авиационно-космической медицины для лиц опасных профессий, антистрессовая подготовка по методу ключ для лиц опасных профессий. Был я в институте неврологии со своими вот этими проблемами с паничными состояниями. Несколько врачей таких именитых вокруг меня сидели, выписывали мне, значит, выслушивая меня очень внимательно, выписывали мне там тезерцин на ночь снотворная и мелепромин утром стимулятор. И вот когда я первый раз смотрел, как на меня подействовал мелепромин, я же не знал, как он на меня подействует. Я выпил, но с надеждой, что у меня лучше будет смотрел, вот телевизор и вдруг у меня такое состояние, такое состояние. Думаю, что это такое телевизор, для чего он какой-то. Ну вот как тогда, при панике, такое панично. А ночью, когда я выпил этот тезерцин на ночь, я был, говорят, моя жена Татьяна мне сказала, я был холодный, как лед. Ну, короче говоря, мне дали эти препараты, которые ни к сему, ни к городу для меня, для моего организма. Может, кому-то это помогало, мне это разрывало просто. Ну, что делать? Вот так вот у меня и жизнь прошла, всю жизнь. А потом я упал на гололёде, позвонок влетел в спинной мозг, примял его. У меня опять же, я пять лет сейчас вообще не выхожу из комнаты, только спасаясь, чем я занимаюсь помощью другим. И тогда всегда занимался помощью, я всю жизнь занимался помощью. Я же врач, кроме того, я галтерапевт, и психотерапевт был, и психолог, к тому же, я был ведущий психолог в психологическом Институте Российской Академии Образования, и был профессором кафедры здоровья и сбережения в Институте Развития Образования Нижегородской области. В общем, я всё время занимался снятием стрессов у людей, а у самого всё время было такое напряжённое состояние. И вот сейчас, когда я упал на гололёде, мне семь с половиной часов делали операцию, и установили титан там, и я пять лет уже не выхожу из комнаты, помогаю людям в интернете, и вот когда я помогаю, когда я занимаюсь писанием книг, когда я занимаюсь подготовкой чемпионов, там, а я ездил уже в Китай на Олимпийской игре, нашу национальную сборную по парусу готовил, потом я готовил футбольную команду Анжи, потом я готовил футбольную команду Арарат до этого, потом я пять лет в Армении работал, да, обучал микроскопистов, чтобы они меньше уставали во время работы с микроскопами, потом я девять лет работал в Дагенерго, я энергетиков обучал, чтобы они на случай аварии не теряли голову, многих многих чем занимался именно в этих экстремальных ситуациях и в ситуациях связанные с монотонной работой зрительной, я у Федорова академика работал в институте микрохирургии глаза, я готовил там на конвейерную операцию больных, которые боялись этого конвейера, а им после меня там 30% людей им не делали даже по медикации предоперационную, я хирургов 400 человек там подготовил, которые тоже уставали во время операции, чтобы они не уставали, да, Федоров даже мне там квартиру приготовил, чтобы я там работал, в сайте на председателю Моссовета сказал, это наш волшебник, он что-то говорит нашим больным, и они говорят, идут беспредельные медикации, надо ему выделить квартиру, я хочу, чтобы он у меня работал, сделал отдел антистрессовой подготовки на конвертную операцию, да, ну я, конечно, по своему характеру, мне показалось, что еще я буду работать только в хирургии глаза, микрохирургии, когда у меня и спортсмены там, и в направлении писателей, и актеры, с кем только я не работал, вот, ну, я по природе честный человек, я ему сказал, я не могу, так, ну, жалко, говорит, ну, в общем, так получалось, что во мне как-то совмещалось, что я, с одной стороны, внутри свободный, с другой стороны зажат, и, по всей видимости, точно была у меня травма родовая, начиная со школы, я же рассказываю эту историю, что я всегда чувствовал себя, через силу живу, потом я пил пивом, водку я не мог пить, из Хобина не мог пить, да, я в детстве переболел, когда был маленький, оказывается, в пятилетнем возрасте, до школы, я переболел гепатитом А, у нас в Дагестане много болело, детей, я помню, как я лежал в больнице, до сих пор помню этот супчик неприятный, который меня скормили, да, помню гепатита, может оттуда, и вот эта вселенная проблема, все это вместе может складываться, в результате, я еще по дурости своей, я же борьбой занимался, я занимался чью-жицу, я занимался, я же готовил фехтовальщиков сборной ЦСКА у Володи Назлымова, олимпийские чемпионы, он же фехтовал, олимпийские чемпионы, там я, Кравопрусков, там в Ленинград мы ездили с хаброй Москвы, а потом с хаброй Ленинграда, я их обучал, да, интересно, потом, значит, много чего я делал, и всю жизнь я испытывал перегрузки, перегрузки я испытывал, то есть я как-то себя не берег, получилось, что я внутри очень объемный такой, свободолюбивый, мечтательный такой, творческий человек, а вот организм не подводил, может генетика такая, может быть родовая травма все-таки, таким образом, таким образом, я стал специалистом по страхам, я специалист по творчеству, я сейчас создал те приемы, которые помогают человеку использовать энергию страха, мощнейшую энергию стресса переводить на решение ранее нерешаемых вопросов, у меня есть технологии, которые я создал, книги, в которых я написал об этом, у меня 20 книг, из них последние 2-3 книги мы написали вместе, совместно с моей школой человек будущего, хомофутуроз, где как раз-таки человек будущего должен со скоростью инстинктивных реакций генерировать решение, и там принцип подбора путем перебора, чтобы выйти на нулевое состояние глубокой безмятежности, которая заменяет алкоголь, в этом состоянии глубокой безмятежности, помечтать о том, чтобы при любом столкновении со стрессом мгновенно вспомнить, какие несколько задач у тебя есть нерешенные, и энергия направляется на решение как в Айкидо, на решение этих вопросов, я обычно там, картина какая-то у меня недописанная, или еще чего-то, статья недописанная, я вот в этот момент, когда меня схватывают судороги, схватывает стресс, паника такая, все время панику испытываю, схватывать, я в этот момент думаю, какие у меня вопросы нерешенные, потом у меня появляется вдохновение дорисовать, дописать, так что я научился не только спасаться от страха, стресса, а использовать энергию стресса для решения ранее неподъемных задач, поэтому я специалист по стрессу, и специалист по подготовке специалистов и спортивных команд, и режиссеров, и актеров, много у меня друзей, про меня писали и газета «Правда», и «Извести», и «Социндустрия», «Учительская газета», «Комсомольская правда», и очень много писали разные газеты и журналы, и по телевидению центральному я вел программу «Помоги себе сам» с Анатолием Алексеевым, пять лет с меня начиналась эта программа, с метода «Ключ», «Помоги себе сам», таким образом сейчас мой метод, его часть синхрогимнастика по методу саморегуляции «Ключ» в учебнике по физкультуре для 10-11 классов профессора Анатолия Петровича Матвеева. Так что в российском учебнике есть мой метод, его часть, но самое главное я сейчас всем даю приемы, которых раньше в мире никогда не было, и принцип подбора путем перебора по ранее неизвестному критерию, который я установил, потому что я еще и изобретатель, у меня есть и патенты, так что много чего я сумел сделать, но я просто сейчас объяснил, почему я со страхом работал, потому что сам испытывал страх, и конечно я доверяю только тем специалистам, которые сами испытывали паники и преодолели их и поняли в чем механизм, что это все-таки сосудистые дела, это венозный отток нарушен, это внутричерпное давление, и это связано с шейными проблемами. Я придумал и обжатие пальцев, и разминание ушей, и разминание воротниковой зоны, и вот руку подставить вот так, чтобы кисть была свободная, ну много чего я придумал, и шалтай-болтай приемы, и лыжника, и плавательные движения, всякие по критерии подбирайте то, что вам подходит в моменте, то есть то, что вам хочется продолжить, то, что легче автоматизируется. До встречи.